И в целом, наверное, скажите, вот омикрон, он, ну если так по-народному говорить, он полегче дельты? Вот из того, что мы видим, да, он вызывает более лёгкое течение. Но мы пока видим только на территории Южноафриканской республики, а там всё-таки средний возраст населения до 30 лет у нас, в России, уже значительно больше. Это может быть фактором, который обеспечивает такое течение. Мы видим на территории Великобритании, но там уровень иммунизации общий за 80%, и этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счёта. Каких-то других серьёзных эпидемиологических наблюдений пока не опубликованы, мы очень внимательно за всем этим следим. Но то, что он гораздо более заразен, больше людей сразу заражается, это тоже очень важно, потому что, когда такая активность вируса, в поле его действия с большой вероятностью попадают люди, для которых заболеть любым вариантом этого вируса – это высокий риск. Это люди большого возраста, это люди с тяжёлым течением заболеваний онкологических, и с тяжёлым течением эндокринных и диабета. Вот когда много в популяции такого вируса, то тогда встреча с ним более реальна. И вот это страшно, вот в случае с омикроном. Ну и перегрузка, наверное, в здравоохранении. Да, это может вызвать перегрузку.